Трех двигателей. Л-39 учебно-тренировочный самолет выруливает на полосу. Немного собраться перед взлетом и вперед. Первое самостоятельное покорение неба. Кандидаты в космонавты вторгаются в Пятый океан. Специальная летная подготовка. Первая ступень к управлению космическим кораблем. Проверку высотой проходят все мечтающие полететь в космос. Ощущения необычные. Ощущения связаны с тем, что ты находишься на машине, которая имеет такую мощь, и ты практически один. То есть фонарь, он открывает перед тобой пространство. И ты вот на этом машине пронизываешь облака, и видишь, что влево-вправо начинаешь перемещать ручку управления самолетом, и он реально начинает перемещаться. Начинаешь делать колгасы вверх, каприрование. Он идет вверх, и чувствуешь вот эту перегрузочку. Выравниваешься, вниз идешь, и чувствуешь... Высота 6 километров. Контроль за приборами во время высшего пилотажа. Виражи не для слабых. Бочки, горки, перевороты. И обязательный радиообмен с первым пилотом и с землей. Так нарабатываются навыки будущего бортового инженера космического корабля. Доклад обо всем, что происходит на борту, как в космическом полете. Курс 0 будет влево. С большими кренами не надо работать. Я тебе говорил, по маршруту можно десяточки сделать, все нормально. За ручкой управления кандидат в космонавты Олег Блинов. Для него это всего второй вылет на самостоятельные виражи. Он лишь в теории знал, как летает железная птица. Был бортовым техникам вертолета Ми-8. А крылатые машины управляет впервые. Это необычные какие-то ощущения, которые очень сложно передать. До этого я в земных условиях не испытывал. Даже вот эти американские горки, они совершенно другое. Вот здесь это чувство, что ты совместно с машиной выполняешь какие-то сверхперемещения. Час в небе. Для кого-то целая вечность. Это в начале. Дальше время летит незаметно. Задание выполнено. Возвращение на базу. После подготовки к повторному вылету. После полета – разбор. Решите получить замечание. Молодец. Задание выполнено в полном объеме. По ошибочным действиям. Кандидат в космонавты Игнат Игнатов с детства мечтал летать. Инструктор по водолазной подготовке. Если раньше он восхищался красотой подводного мира, теперь восхищается небом. Это вообще не забываем. Мечта сбылась просто детская летать. Там такое солнце сейчас вообще наверху, там такое здорово подстилающее, поверхность белой, такие зефирные облака, а сверху солнце чисто не передаваем. Здесь не так интересно. Чтобы сохранить летную форму, а для космонавтов это важно, полеты совершают и опытные, те, кто уже побывал на орбите. Сейчас очередь новичков, кто только в прошлом году зачислен в звездный отряд. Они ясно понимают, зачем перед полетом на космическом корабле надо научиться управлять самолетом. Это только тренировка операторской деятельности, формирование профессионала, оператора. Очень за многими показаниями приборов нужно следить, столько информации нужно обрабатывать, и ничто другое не научат. Единственная здесь особенность – необходимо удерживать угол танкажа. Перед очередным взлетом – так называемое пешее пилотирование. Объяснение виражей на такой вот деревянной модели самолета. У кандидатов в космонавты налета нет, поэтому управлять стальной птицей учатся за партой, как и все начинающие летчики. Выполняем разворот, опускаем нос, создаем угол танкажа. 20, 30, 45 минут, независимо от угла танкажа. Вот в момент выводим из крена, из крена как только вылили, и сразу же будут обороты. Л-39 – учебно-тренировочный самолет. Первый шаг к небу для всех летчиков. Его ласково называют «Элкой», но официально зовут «Альбатрос». Его славное прошлое – самолет сопровождения во время испытания «Бурана». Все современные асы учились именно на этих самолетах. Подготовка самолета к работе – подготовка и кандидата. Анна Кикина – единственная представительница прекрасного пола в этом наборе. Как и каждый в отряде, учится общению с крылатой машиной. Осмотр борта и в бой. Я с глубоко уважаемым небом, небом, конечно же, на «вы». Это невозможно сказать «на ты». Небо – это стихия, которая опускает к себе, в гости, любого, вне зависимости от его опыта. И тем более мало опыта. Поэтому все время с таким благоговением и трепетом относишься к небу и к высоте, и к любому действию. Потому что очень тонкое управление, и здесь нужна максимальная концентрация, конечно, без расслабления. Но, конечно, инструкторы уже практически всегда могут расслабиться. Но это приходит с опытом. Для Центра подготовки космонавтов – это лучшая возможность подготовить операторов космической деятельности. Когда задание звучит на скорости в 600 км в час, на высоте в 6000 метров, и выполнять его необходимо в ту же секунду – серьезный экзамен для желающих покорить космос. Когда ты выполняешь даже крен в 45 градусов или тише, тебе необходимо сохранять высоту, тебе необходимо сохранять скорость. И вот это постоянно бегаешь глазами по приборам – это многофункциональная задача, которая воспитывает в операторе внимание и четкость выполнения задачи. За главным штурвалом опытный пилот-инструктор Марат Халиков – тот, кто дарит небо космонавтам. Воспитывая новый набор, желает, чтобы после неба им открылся и космос. Тот человек, который хоть раз попробовал полетать, он уже от этого дела как бы больным становится. Поэтому его потом от неба очень трудно оторвать. Естественно, я так думаю, они будут всегда стремиться. Я желаю, чтобы они успешно освоили летную подготовку, успешно закончили свой этап, на котором они сейчас находятся, подготовку космонавтов. И далее подготовились уже в своих группах, в экипажах, ну и в ближайшие 3-5 лет, чтобы мы ее увидели на орбите. Преодолеть себя, свой страх и доказать, что ты достоин. Победа в воздухе куется на земле. А каждый взлет – это победа не только над силой притяжения, но и над самим собой.